Здравствуйте, уважаемые телезрители! Я Святослав Савенков. Рад приветствовать вас в нашей студии. Вы смотрите передачу «Разберемся». Данный проект мы, Одинцовское телевидение, делаем совместно с общественниками. Вместе с ними, а также с вами, уважаемые телезрители, мы стараемся разобраться с наиболее важными и актуальными вопросами в жизни Одинцовского муниципального района. Сегодня мы поговорим про выборы, которые у нас планируются на 18 сентября. Если у вас есть какие-либо вопросы, предложения, звоните. Мы работаем в прямом эфире. Телефон 508-86-84. Постараемся вместе во всем разобраться. Наши гости сегодня, как всегда, представители общественной палаты Одинцовского района. Это Андрей Юрьевич Остраухов. Добрый вечер. Добрый вечер. Андрей Юрьевич занимается заместительством председателя, который занимается целой комиссией массой вопросов. Это и миграционная политика, и межнациональные, и межконфессиональные отношения, и общественный контроль, открытость власти и противодействие коррупции. Ну, как раз про открытость власти мы сегодня поговорим. Выборы, как-никак, близки. Ну, коррупции, будем надеяться, здесь у нас никаким боком не будет лежать. Но все равно, побеседуем. Также у нас сегодня Сергей Александрович Измайлов. Добрый вечер. Добрый вечер. Сергей Александрович, заместитель председателя нашей общественной палаты. Я так понимаю, что, в общем-то, все ваши комиссии, да и вообще общественная палата к выборам 18 сентября готовится. Там будут избираться государственные мужи местного, локального уровня, да и федерального тоже, Московская областная дума, Государственная дума. Хотелось бы узнать, в чем вообще ваши функции на этих выборах заключаются? Чем вы будете заниматься? Ну, основная функция общественной палаты, она предусмотрена в положении, а наша общественная палата, это такой диалог между властью и населением и выражение общего общественного мнения и обработка, и такая итоговое подведение итогов и озвучивание мнения жителей, ну, в целом общественности, их мнения по поводу процессов происходящих. Ну, и в данном случае выборы, это тоже одна из актуальных тем, поскольку здесь будут выборы и федеральные, и местные. И местные в том числе, в частности, ну, в Боровихе у нас проходят местные выборы и очень наколена там атмосфера в части выборов. Поэтому в данном случае общественная палата будет мониторить ход проведения выборов и фиксировать, если какие-то будут нарушения, если какие-то предложения будут, ну, в целом мониторить ситуацию и потом подведет какие-то тоже свои итоги. А вот на предварительном этапе сейчас к вам в общественную палату обращаются граждане, например, нашего района с какими-то вопросами по поводу выборов, с какими-то, может быть, заявлениями, предложениями. В общем, вот на сегодняшний момент есть какая-то связь между вами и именно общественностью по поводу 18 сентября? У нас создана мониторинговая группа, куда вошли 14 общественников и работает горячая линия. Мы опубликовали телефон горячей линии, адрес электронной почты, в средствах массовой информации. Надеюсь, на экранах тоже телезрители увидят информацию о номере и e-mail, на которой мы уже сейчас получаем обращение жителей. Они в основном касаются выдачи открепительных талонов для голосования, сроков их выдачи и где людям голосовать. То есть адрес, местонахождение, участка для голосования. Ну, кстати, вот это довольно удивительно, потому что, в общем-то, в СМИ, казалось бы, все эти адреса должны были бы озвучиваться. Не может, имеется все-таки какой-то информационный вакуум, и люди не до конца даже понимают, куда идти? Ну, вот по тем обращениям, которые мы получаем, видно, что в основном этим вопросом задаются люди из новостроек. То есть жители, которые недавно проживают в Одинцовском районе, у них нет информации о том, где находится их избирательный участок. То есть, получается, в принципе, если живешь долго в районе, знаешь, что, предположим, школа твоя родная, условно, номер 11, в ней всегда имеется избирательный участок, а люди, которые переехали, зачастую теряются в данном моменте, правильно? Здесь еще момент и по времени открытия участка, да, и по номеру телефона, например, если вы не можете в день голосования, в единый день голосования прибыть на участок, чтобы получить открепительное удостоверение. Вот, дело в том, что все эти открепительные удостоверения граждане у нас могут получить на избирательном участке по месту регистрации. Время определено с 16 до 20 часов. Кроме субботы, в субботу с 11 до 14. Если говорить про адреса участков для голосования, то здесь стоит напомнить, что на сайте ЦИК РФ есть специальный сервис, где по адресу… Время – это Центральная избирательная комиссия. Да, Центральная избирательная комиссия, можно получить полную информацию о месте нахождения избирательного участка, о телефоне, о времени работы. Вы упомянули, что будет работать рабочая группа, пардон за тавтологию. Чем будете заниматься? Я ведь так понимаю, общественная палата, она не является каким-то официальным регулятором на этих мероприятиях и так далее. То есть, вы выступаете в конечном счете как гражданский Как граждане Российской Федерации. Правильно? И по сути, наша основная задача, как и у всех граждан Российской Федерации в этот день, это явиться и сделать свой выбор. Но параллельно мы будем стараться смотреть, как организовано голосование, нет ли каких-то замечаний у наблюдателей, например, к организации от наблюдателей, от избирательных объединений, от партий. Нет ли каких-то замечаний у председателя к поведению наблюдателей. Насколько удобно и вообще организован ли доступ на избирательный участок для людей с ограниченными... Сейчас, Андрей Юрьевич, продолжим беседу, примем звоночек от нашего телезрителя и поговорим. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Я вот хотела... Это Заршу-4, в Галицыно звоню, по поводу кровли. У нас протекает крыша, я живу на пятом этаже. Вот. Я неоднократно в РЭП обращалась с Галицыно. Была на приеме. У Рослякова Алексея Алексеевича. Сидел там тоже директор, Новиков. Вот. Ну, я это самое... Они мне пообещали, что приедем, бригаду пришлем, все сделаем. Ну, вот я каждый день и жду, звоню по несколько раз на день. Они говорят, да-да, приедем завтра. Кто дома будет, будет. И вот так вот у меня продолжается две недели. Здесь вчера я позвонила, мне сказали, какой-то о-о-о, приедет наш дом, бригада. А потом я сам тебе разговариваю. Они говорят, я могу приехать, могу и нет. Я говорю, ну как принять? Извините, пожалуйста, а вы скажите, к вам как обращаться можно? Пропустил. Любовь Петровна. Любовь Петровна, где живете ты еще раз? В каком населенном пункте? В Голицыно. В Голицыно, да? У вас же управляющая компания есть, она должна же этим заниматься. Какие там о-о-о могут быть? То есть вам назначают конкретно, если я правильно понял, поправьте меня, вам управляющая компания говорит, что мы завтра приедем, будем ремонтировать кровлю. И завтраками вас кормят уже две недели, я правильно понимаю, Стивис? И две недели у вас течет крыша? А? И две недели крыша течет у вас? У меня течет, знаете, когда токсик пройдет, на третий день у меня... А что делаете? А что делаете? Вы эти ведра подстраиваете? Ужас какой. У меня натяжные потолки, и вот, видать, там вот, так само, где лютка подвешена, и у меня вот протекает. У нас ребенок в квартире маленький. Я живу без света, не включаю свет, потому что боюсь, что он не замкнет и загонит. А старый дом-то постройки какой, знаете? Как? Какой постройки года дома, не знаете, случайно? Так, 89-го года. Ну, не новый, в любом случае, не новый. Поняли мы ваше заявление, спасибо вам большое. Конкретно сейчас про выборы говорим, не сможем вам вот прямо сейчас дать ответ, что и как. Давайте спросим, пойдет ли на выборы. Кстати, да, ну про выборы, да, пойдете, не пойдете. Все-таки, я думаю, сейчас не лучше в момент спрашивать. Давайте сделаем так. Передадим конкретно вот это заявление в комиссию по ЖКХ. Им всегда очень-очень интересны подобные случаи. Они приезжают, смотрят, и обычно, обычно, управляющая компания действительно виновата, ну, они с ней начинают плотненько работать. Очень плотненько. С участием и администрации, района и так далее. К сожалению, случаются такие случаи. Слава богу, не часто, но да, бывают у нас управляющие компании, которые вызывают вопросы и возмущения вполне искренне обоснованные. Будем надеяться, что комиссия по ЖКХ вам сможет помочь. Данные ваши прямо сегодня после эфира передадим. Спасибо за звонок. Продолжим пока беседу про наши выборы. Хотя, конечно, вот всегда, знаете, встает, когда вот такие звонки происходят, встает контраст. У нас вот вроде как и власть менялась, и там монархия была, и коммунизм, и демократия, и так далее. Да, говорить про обращение граждан, то, конечно, вопросы ЖКХ, проблемы ЖКХ, они просто превалируют по сравнению с другими темами, по которым обращаются в общественную палату граждане. Ну, неужто нельзя как-то, вот, извините, сейчас банальнейшую вещь, выдам абсолютно, но построили дом, ну, казалось бы, да, вот он нормально, если он принят в эксплуатацию, да, то очевидно, что там простой пример, крыша не течет. А поставлена управляющая компания, управляющая компания, по идее, в чем, казалось бы, сложность по назначенным периодам времени приезжать и экспектировать, все ли нормально с той же крыши. Если да, залатать эту маленькую дырочку и не вызывать на себя гнев и жителей, которые, понятно, не будут жить, когда там человек спит, а и на голову что-то льется. Не вызывать на себя гнев общественности и так далее. Ну, видите, как сейчас вопросы ЖКХ, они же отданы коммерческим предприятиям. В уставе коммерческого предприятия записано, да, что основная цель создания его – это получение прибыли. Получение прибыли, соответственно, минимизация издержек. Поэтому здесь надо как-то акценты сразу расставлять, да, то есть у нас и дома раньше строились для того, чтобы люди жили, да, а сейчас их строят для того, чтобы продать там квартиры. Поэтому здесь, конечно, надо и гражданам тоже, может быть, более активную позицию занимать в плане контроля работы своих управляющих компаний. Здесь даже скажу больше, ну, есть и механизм, собственно, у нас сейчас в основном все граждане, жители – это собственники, ну, основная масса, уже достаточно много квартир приватизировано. И, соответственно, весь, все такое, все бремя обязанности, все бремя собственности – это не только благо, но и обязанности. И получается, что каждому собственнику нужно нанести это бремя и контролировать в том числе и свою управляющую компанию. И сейчас очень, ну, так, одно из направлений достаточно активное – люди устраняют свои управляющие компании, сами берут управление в свои руки, создают товарищество с собственниками жилья и как-то стараются минимизировать таким образом расходы. Ну, если мы говорим, смотрите, о ситуации, при которой человек живет в самом обычном, например, панельном доме, да, там, условно, Голицыно, Одинцово и так далее, у него есть управляющая компания, которая, ну, будем откровенно говорить, не выполняет свои обязательства. У него же нету никаких, в принципе, рычагов давления. Ну, почему? Они есть, ну, во-первых, это непосредственно жалоба в управляющую компанию. Получается, что и местные власти. Да, местные власти, и у нас есть государственная жилищная инспекция. Она, в принципе, достаточно хорошо работает, можно написать электронное обращение на сайте. Есть сейчас добродел, через который тоже очень люди активно пользуются им, пишут жалобы, и, ну, жилищная инспекция, во всяком случае, достаточно бодро реагирует. Получается, что механизм-то следующий, вы пожаловались на свою управляющую компанию, жилищная инспекция прибыла с, опять же, инспекцией, посмотрела, что и как, пообщалась с этой управляющей компанией, предположим, вынесла решение, насколько я понимаю, о том, что данная управляющая компания не справляется со своими обязанностями, и, соответственно, по конкурсу выбирается новая управляющая компания. Это же все занимает очень немало времени. Если, опять же, наша жительница из Голицына будет пользоваться подобными механизмами, я боюсь, ее затопят уже к следующему дню. В данном случае у нас деятельность управляющей компании в том числе и лицензируется, и управляющая компания не управляет одним домом. Это, как правило, несколько домов, самый минимум, и потеря такого, грубо говоря, предпринимательского куша, получения прибыли, как Андрей сказал, это достаточно существенно для управляющей компании, и фактически может разорить ее, особенно крупные компании. Поэтому, и деятельность по управлению домами, она всегда, ну, хоть, она всегда денежна, в плане того, что деньги от жителей поступают регулярно. Да, есть там неплатежи, но это все равно достаточно, ну, я бы не сказал, может быть, прибыльный, но такой, достаточно оборотистый бизнес. Да, да, поэтому в данном случае потеря такого бизнеса, она существенна, поэтому... Это не просто бизнес, это гарантированный денежный поток. Да. Что может заставлять организацию, ну, конечно, да, мы сказали, по возможности сокращения издержек, но, тем не менее, рисковать потерей имиджа, потерей лицензии, потерей вот этой массы денег регулярной, что они банально не могут залатать кровлю и игнорируют на протяжении, там, недели, а иногда и месяцев обращения жильцов. Пока повторяю, понятно, жилец не будет это терпеть, он так или иначе будет эту бучу поднимать. А что же толкает на организацию на такое поведение? Ну, это просто банально неэффективная работа, нехватка ресурсов. Ну, то есть, мы в данном случае говорим именно о неквалифицированном каких-то кадрах, неэффективном, отлаженном рабочем процессе, правильно? То есть, не о злом, не о злом смысле? Ну, скорее всего, да. Ведь, например, те же самые вопросы размеров заработной платы топ-менеджеров, управляющих компанией, это же вопросы внутренние, да, этой компании. То есть, вот сколько они выделяют на зарплату руководителю, а сколько идет на ремонт кровли? И вкратность этих расходов. Вопрос, конечно, очень интересный, согласитесь. Ну, тогда вернемся к тому, о чем я говорил буквально минут 10 назад. В общем-то, проблемы с протекающей крышей для России, да и вообще для любого народа, не на вы. Ну, сейчас давайте на России остановимся. Повторяю, у нас была и монархия, и коммунизм у нас был. И сейчас у нас уже много лет выборный процесс проходит раз за разом, раз за разом. Но проблемы как-то не уходят глобально, да. А насколько, вот из этого просто проистекает довольно логичный вывод, вопрос, насколько вообще выборному процессу и вот этому институту выбора государственных мужей массовому, да, такому демократическому, сегодня люди в России вообще доверяют. Я сейчас говорю, опять же, не о том, что выборы могут быть там нечестными, плохо контролируемыми и так далее. Я говорю вот в целом о том, что государственный строй у нас основывается на массовых голосованиях. Насколько вот люди сегодня в России верят такого строя? Нет, ну, как мы видим, за последние годы очень много сигналов недоверия к власти, да, к разному уровню, начиная там от муниципалитета, заканчивая президентом. И мы видим, как власть старается реагировать, да, вот в частности, ведение КАИБов, да. Опять же, на этих выборах, в выборах Госдумы мы столкнулись с возвратом одномандатников. То есть, власть следит за этим процессом, старается сделать процесс более демократичным. Ну, как мне кажется. Ну, вы сейчас говорите о конкретном, о конкретной реакции, конкретного строя на конкретные проблемы. А я, скорее говоря, вообще об идеологии демократического процесса и так далее. Она все-таки зародилась у нас тоже ни вчера, ни позавчера. Они еще и Аристотель писали, правда, в довольно негативном ключе. А нет ли какого-то, какого-то некого, знаете, кризиса у нас сегодня вообще вот идеи выборности власти? Вопрос достаточно интересный. Потому что как они общественники, вы ближе всего находитесь к людям, которые по таким темам размышляют и высказывают свои мнения. Вы знаете, но многие, конечно, вот даже мои родственники, скажу прямо, они отказываются ходить на выборы. Не видя, ну, они считают, что они не могут, они в состоянии повлиять на результаты и считают, что все уже давным-давно решено до них. И мне каждый раз приходится их уговаривать, убеждать, прийти и совершить этот гражданский поступок. Если можно, вы сейчас вкратце как-то так оформите свои мысли по этому поводу. Действительно, почему нужно ходить на выборы? Зачем они нужны? Я сейчас, опять же, говорю не о том, что кто-то там за них что-то решил. А, предположим, сферическая ситуация вакууме, у нас абсолютно никто никак не влияет на выборы. Зачем вообще на них идти? Ну, вот ты спокойно сидишь, живешь, работаешь, кушаешь, пьешь, спишь. Зачем тебе просыпаться там в воскресенье и идти куда-то, чтобы там за кого-то голосовать? Ну, здесь высшим законом страны Конституции предусмотрено активное право выбора. Это активное право гражданина управлять своим государством. И каждый гражданин вправе воспользоваться этим правом. Это именно не быть избранным, а именно выбор выбирать. Соответственно, если часть населения страны неинтересна и они не управляют государством, то, соответственно, этими людьми государство управляет кто-то другой. А в данном случае, почему необходим каждый голос? Потому что в том-то и дело, что каждый гражданин выражает свою позицию, доверяет он власти текущей. Может быть, у него есть какие-то идеи другой партии, не та, которая сейчас, допустим, обладает преимуществом. Либо еще какие-то идеи у него есть в части управления. Ну и голос, тот голос, который он отдает. Ну, естественно, что мы абстрагируемся в целом от ситуации, но им могут воспользоваться кто-то еще, да, или не учесть его, или учесть как-то по-другому. Каким-то образом провести какие-то махинационные действия, да. И в данном случае человек, когда приходит, ну, грубо говоря, взять 100% избирателей, если они все пришли на выборы и проголосовали, то, соответственно, мы имеем большую выборку, вот, мнение населения, насколько она доверяет текущей власти, и насколько хочет сменить власти, и насколько идеи других лидеров интересны для них. Ведь я так могу предположить, что выборы, как факт того, что у нас, там, раз в 4 года, предположим, или, там, раз в 6 лет выбирается президент, предположим, да. А сколько? 7 изменили, увеличивали в срок недавно. Уже 7, очень интересно. 7 святого числа в России, так что, наверное, и неплохо. Смотрите, у нас же, я так понимаю, вообще событие, факт, что вот сейчас будут выборы, да, он же побуждает не только к, возможно, смене какого-то там политического режима или отдельных конкретных лиц в государстве, да, в государственной системе, он побуждает, в том числе, и банально к обсуждению политических процессов, которые в стране происходят и так далее. Ведь им очень легко, на самом деле, просто к чему-то привыкнуть и плыть по течению, что вот, условно говоря, у нас там есть президент Вася Пупкин, и он у нас уже сидит 58 лет, и хорошо, вроде нормально живем, да. А, насколько я понимаю, выборы – это как раз-таки такой контрольный участок, когда, действительно, разговоры поднимаются как-то в общественном сознании. А что у нас идет и как? А, может быть, стоит что-то изменить? А, может быть, стоит что-то поправить? Правильно я понимаю? Да, ну, здесь есть еще и механизм перераспределения сил, да, то есть, соответственно, если устои текущие не совсем нравится населению, да, соответственно, приходят другие силы и разбавляют, да, то есть преимущество одной политической силы в другую политическую силу. Поэтому это, да, это такой достаточно контрольный участок, контрольная отметка, туда ли идет государство, по той ли идеология развивается, ту модель поведения, население поддерживает, не поддерживает, да, это достаточно такой контрольный участок в жизни. Сменяемость, конкуренция идей. Сменяемость, конкуренция, да. А если, опять же, вспомнить о рабочих группах, которые у вас будут функционировать, если можно уточнить, это непосредственно идея нашего района или общественные палаты Московской области, Российской Федерации также на своих каких-то участках, на своем уровне будут рабочими некими группами действовать? Ну, подобные рабочие группы, они будут созданы на территории всей Московской области. Эта инициатива идет от общественной палаты Московской области. Ну, мы ее всячески поддерживаем, и, как я уже говорил, 14 человек будут работать в воскресенье, 18 сентября. Они посетят избирательные участки в своих поселениях, ну, прежде всего, конечно, свой избирательный участок, и близ находящиеся участки пообщаются с председателем избирательной комиссии, с наблюдателями, узнают, нет ли каких-либо проблем, какого-то неудобства, связанное с их работой, как организован этот процесс. Ну, и, конечно, мы будем реагировать о сигналах с места, от жителей, о каких-то нарушениях. Будем стараться все это аккумулировать, сообщать и в палату Московской области, полицию, органам власти, опять же, и территориальную избирательную комиссию. Получается 14 человек, а всего сколько у нас избирательных участков в районе будет функционировать? Всего в воскресенье откроется 130 избирательных участков, из них два по месту временного пребывания граждан. Это избирательный участок в хирургическом корпусе центральной районной больницы на улице Бирюзова, и там же недалеко в госпитале РВСН, бывшем. Ну, получается, что действительно участникам вашей рабочей группы и членам придется хорошенько попотеть, чтобы побывать на всех избирательных участках. Это придется порядка 10 объектов каждому посетить. А планируете действительно так, галопом по Европам, или все-таки какая-то статистическая выборка у вас будет? То есть, условно, каждый там второй избирательный участок? Ну, мы не ставим перед собой целью посетить именно все участки. И у нас нет какого-то особого статуса, мы не являемся участниками вообще избирательного процесса. Ну, вы как гражданские наблюдатели работаете в конечном счете. Да, более того, если кто-то из нас посещает избирательный участок не свой, где мы не голосуем, по сути, мы там являемся посторонними лицами. И председатель избирательной комиссии участкового, он имеет полное право предложить нам покинуть. То есть, все зависит именно от его доброй воли в конечном счете. Да. То есть, полномочий никаких нет. С одной стороны, конечно, это плохо, да. А с другой стороны, это обязывает нас действовать деликатно, корректно. И не искать сенсации, как, к сожалению, некоторые у нас гражданские наблюдатели делают. Ну что же, Андрей Юрьевич, Сергей Александрович, большое спасибо, что вы к нам сегодня приехали. Удачных нам всем выборов 18-го числа. Будем надеяться, что когда в следующий раз мы с вами увидимся, уже будет как-то в этом плане и поспокойнее, и поотлаженнее. Система КАИБов у нас уже, я думаю, в этом году войдет, так сказать, в обиход. В общем, надеюсь, что будет все получше. Спасибо, что приезжали. Спасибо. Уважаемые телезрители, вы смотрели передачу «Разберемся». Сегодня мы говорили о выборах 18-го сентября. Если у вас какие-либо остались вопросы, предложения, звоните нам в течение недели. Наш телефон все тот же. 8-495-508-86-84. Кроме того, вы можете напрямую обратиться в общественную палату Одинцовского района на их официальном сайте, воспользовавшись формой обратной связи или написав электронное письмо. С вами был Святослав Савенков. Берегите себя и до встречи.